здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео хотел бы несколько слов сказать о подстилке глубокой при этом значит условия хочу отметить условия условия содержания свинки сейчас что-то у меня фокус сбился сейчас мы его настроим условия содержания свинки сарай не утепленный ну так уж получилось а сарай у меня был стоял без белого кирпича в один кирпич сделанный при этом секундочку сарай у меня в один кирпич сделанный потолок сейчас вам покажу нету потолка шифером крытые причем шифер не подбитый сверху ну вот отверстия короче сарай тупо летний сарай такой но при при всем при этом когда я сделал подстилку глубокую она в свою очередь этим даме пожалуйста вилл я копну покажу она в свою очередь дает очень неплохой ночи неплохое тепло в подстилке и свинки чувствуя очень комфортно единственное что они меня утомили вот сейчас посмотрите вот я сейчас копну видите пошел порог сразу температура внутри сарая воздуха температура плюсовая при этом что я хочу сказать стены стены они обмерзают ну и не покрывается сейчас где показать но сегодня у нас оттепель градусов 6 наверно минус вот ночью было минус там 18 утром пришел стены и не покрыли то и были что я делаю давайте сразу отмечу мне пришлось в сильные холода вот таким дуйчиком продувать но ставлю на одно деление тут один киловатт получается дучик гоняет воздух и температура где-то градусов 10 ниже не опускается наверно но это не самое важное так подозреваю что было достаточно моей подстилочки потому как свинки они они у меня умные девки они что делают вот я зашел сюда сразу тут было вырыта яма ну как яма свинка делает себе лёжку в теплую в теплую погоду вот когда температура не очень низкая там минус 5 на улице у них вообще очень комфортно здесь они не особо закапываются как только температура поднимается опускается до минус там хорошо за 10 они начинают углубляться на чем глубже тем пластили подстилка теплее и соответственно они не чувствуют и дохода им достаточно комфортно вот я прихожу утром они лежат выкапывают лёжку такую и лежат ней нормально себя чухают поэтому подстилка полностью выполняет свои при этом в теплую погоду не закапываются соответственно им тепло достаточно и в лупте у них не тянет рыться если же я так понимаю по лету вот вопрос самый главный вопрос у многих а что же делать летом вот она нагревает да не наверное летом будет достаточно комфортно тоже ну и самое главное навоза нет все это переваривается микробами микробы это все съедают бактерии говорю микробы и соответственно результат у нас чистый хлев без всякого запаха без навоза мало того еще и плюс большой подогрев свинки себя чувствует очень хорошо по теплый насчет того копают да немного копают но это очень легко так вот вилами все это аккуратненько назад поравнять не составляет никакого труда плюс перекапывание это хорошо сказывается на работе самой подстилки она просто-напросто постоянно ну как бы перемешивается свинка самостоятельно ухаживает за своим полом это тоже немаловажно подстилка вот если будет видно на ощупь она сведу она только темная ну соответственно свинка же на нее там ходит справляет свою нужду она не вонючая с помещения нет запаха навоза вообще нету запаха все очень хорошо не аммиаком не пахнет не навозом ничем все комфортно свинка чувствуется неплохо растет хорошо предыдущем видео можете глянуть мы и взвешивали какой вес она успела набрать за это время двухмесячный поросеныш ну по подстилке вкратце так подписывайтесь на канал ставьте лайки в будущих скоро видео сделаю там укажу единственное повторюсь еще раз не хочу торопиться хочу полностью посмотреть как работает этот препарат он уже месяц у меня больше месяца наверно подстилки сидят меня все пока устраивает все радует просто все нюансы пока я еще не опробовал не понял не хочу никому навязывать это все на будущих видео я думаю уже если все будет продолжаться в таком же виде как сейчас меня все это устраивает подстилка пока все классно работает если все будет также и продолжаться я ну как бы поделюсь с вами где беру есть масса масса просто множество я находил когда искал именно этот препарат себе находил его похоже на него штук шесть или семь видов всевозможные и в интернете видео но именно конкретно это тот как работает я могу сказать с полной ответственностью вот как он работает чего какие у него достоинства какие недостатки все это я покажу в ближайшем видео и в как бы в рекламных даже целях укажу там где это все покупается потому как ко мне со мной связывались уже производители они мне там предлагали заняться продвижением их не продукцию но в данный момент как бы у меня все устраивает это да но все равно хотелось бы уже более коренным образом это все углубиться понять все нюансы чтобы не прослыть потом пиздобом и мягко говоря хуелом в ваших глазах предлагаю вам круто там продукцию которая может быть как-то себя проявить неправильно пока все хорошо работает сразу хочу отметить но не буду вам показывать пока рекламе т.е.м пока сам не убежусь полностью не буду убежден в том что она реально хорошо все это происходит пока у нас морозы поднялись поднялись опустились мороз до минус 18 ну там 13 15 18 ночью днем бывает там минус 5 8 все нормально действует она неплохо свинки себя чувствуют хорошо растут неплохо свинки порода у меня мясная соответственно они бы сразу же на это все реагировали отрицательно он хочет съесть вилы свинки такие все интересно что нибудь покусать попробовать подстилка в отличном состоянии а то я смотрел пройти я посмотрел много видео там всевозможных на ютубе некоторые оплевывают подстилки начинают показывать как она превращается в болото я вот этого всего немного опасаюсь соответственно пока сам не убежусь что этого не происходит не буду говорить не не за не против не говорю пока только за говорю то как есть а есть все что я вижу пока все только за запаха нет справляется отлично с переработкой навоза при этом площадь вот эта свинка она маленькая сидит я покажу рядом сидят свинь а вот сидит банда пас побольше порылись а в ней пар идет ну как пар тоже такой момент многие думают что там будет ну как как в бане в парилке нет такого нет из-за того что опять же повторюсь сарае у меня но не предназначен для зимнего содержания а с этой подстилкой даже в таком сарае можно нормально содержать свинок вот в курятнике у меня с подбитым потолком вообще нет никаких ни паров ни обмерзаний нигде ничего хотя куры намного меньше этого самого тепла выделяю со свинками вот они зарылись а сколько им надо зарылись сколько надо и утеплились так скажем сделали лёжку себе и по утру я прихожу они вот вдвоем лягут и нормально себя чувствует опять же подстилочка здесь состоянии и ответь она не грязь она не болото все отлично впитывается свинки он и гривы и это рыжая вообще оборзе укуску не сисек вот это у меня будет поросет от нее подстилочка себя ведет отлично пока ну поди подожду еще немного чтобы полностью прошу меня вот допустим и знакомые прямо в городе вот хлопец один тоже мечтает со свиньями заняться но боится вывозиться в дерьме я с ним полностью он как бы в городе живет полностью согласен дерьмо это настолько отталкивающий фактор что не хочется ничего после того как потягаешь его ах ты зараза чуть не вкусила при этом вот такая подстилка решит эту проблему полностью пока все решается все хорошо ближайшее время выложил видео буду вылаживать возможно скорее всего рекламные видео по буду рекламировать по покупке данного сырья и соответственно по уходу за этой подстилка я сниму много видео буду подсказывать как чего делать покупая подобную продукцию вы должны понимать что придется за ним ухаживать за этой подсилочкой но соответственно получим отличный результат вот видите шкил на свиньи мне не свиньи а какие-то при этом я же повторюсь температура ночное время опускается минус 18 сарай полностью не приспособлены для содержания в холодное время и но эта подстилка позволяет не очень комфортно держать свинок они растут чувствуют себя неплохо ну принципе все классно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго